Всем привет и добро пожаловать на канал Хайрекс. Данный видеоролик представляет собой обзор на фильм Крик 6. Внимание, в этом видео будут спойлеры, но я буду заблаговременно оповещать вас об этом. Если вы не готовы услышать или увидеть очередной спойлер, то просто промотайте видео вперед, до безопасного момента. Знал ли Уэс Крейвен, что его молодежный слэшер, выпущенный в 1995 году, не только породит целую франшизу, но и обзаведется новыми продолжениями, уже после смерти легенды жанра ужасов? Наверное, все-таки да. Крик 5, вышедший на большие экраны в 2022, не только стал данью уважения маэстро, который подарил нам Фредди Крюгера и Призрачное лицо, а также позволил двум молодым, но перспективным режиссерам продолжить франшизу и подготовить почву для своей собственной трилогии, которая, конечно же, будет наполнена флэшбэками и разными пасхалками. Мэтью Беттенелли и Тайлер Джиллетт получили отличную возможность показать свое особое видение легендарного слэшера, в связи с чем пятый фильм стал своего рода хитрым перезапуском, который, тем не менее, умудрялся продолжать историю франшизы, используя старых героев и, в конечном счете, открывает двери для новой трилогии. Пятая часть подарила нам новых и молодых главных героев, сестер Карпентер. А что же будет со старой гвардией? Пришло время постепенно с ними прощаться. Дью Райли и Джуди Хиггс становятся первыми знаковыми персонажами, в особенности Райли, которые навсегда покинут эту франшизу. При этом сольют их, а точнее вырежут весьма умело и даже жестко. Режиссеры, которые объединились с несменным сценаристом франшизы Кевином Уильямсоном, вместе создали почти прекрасного ребенка оригинала. На мой взгляд, это второй по значимости фильм франшизы, после оригинальной кинокартины. Первый крик, как и следует оригиналу, остается лучшим фильмом этой кинофраншизы. Сиквел, конечно, попытался приблизиться к успеху первой части, но так и остался вторым номером. Хотя забавный спор между Рэнди и Микки о лучших киносиквелах был намеком на то, что Крик 2 будет гораздо лучше, жестче и разнообразнее оригинала. Но, к сожалению, это была не совсем удачная самореклама, ибо фильм не смог бороться с отцами франшизы в лице Билли Лумиса и Стюмейчера, а просто стал ненужным, хоть и более кровавым, продолжением. Но надо признать, что вторая часть намного лучше странного во всех отношениях триквела, а также второй фильм смог подарить нам еще одного колоритного маньяка франшизы – Микки. К сожалению, Крик 3 резко поменял направление и стал похож то ли на слэшер с элементами комедии, то ли на откровенную сатиру всей франшизы. Третий Крик – это фильм, который сам себя же уничтожает, лишая фанатов серии продолжения истории, которая снова оживает только в 2011, спустя целых 11 лет после выхода триквела. И вот благодаря именно четвертой части, которая снова вернула в историю серьезный настрой, а также переместила действия фильма обратно в знакомый нам городок Вудсборо, появилась некая надежда на то, что с Криком еще не все покончено. На мой взгляд, если бы триквел следовал изначальному сценарию, в котором происходит камбэк выжившего Стюмейчера с целым культом лиц-призраков, то триквел мог бы встать в один ряд с оригиналом, но увы, история была переписана и пошла совсем другим путем. После успешного релиза Пятого Крика, который не только понравился фанатам франшизы, но и более придирчивым кинокритикам, а также собрал большую денежную кассу, авторы решили сразу же окунуться в разработку шестой части. И вот, спустя год выходит продолжение. То есть сиквел из новой трилогии. И забегу немного вперед. Недавно был анонсирован седьмой фильм, то есть триквел новой трилогии. Но так ли хорош Крик 6, как сейчас говорят? Давайте разберемся. Как и в Крике 2 и Крике 3, действия шестой части разворачиваются вдалеке от границ Вудсборо. Авторы фильма забрасывают сестер Карпентер в Нью-Йорк. Тара и ее школьные друзья, брат и сестра Чат и Минди, которым также удалось выжить в очередной резне, перебираются на Остров Свободы и поступают в местный университет. Судя по имеющейся информации, прошло полгода с тех пор, как Ричи и Эмбер устроили кровавый перезапуск истории. Ребята учатся в университете, ходят на тусовки, в общем пытаются жить своей жизнью. И уже позабыли тот кошмар, участниками которого они стали. Саманта же увязалась за Тарой и переехала вслед за ней, чтобы оберегать и контролировать младшую сестру. Конечно же Тару это напрягает и она заявляет сестре, что хочет жить своей жизнью, не завися от Сэм, о чем она собственно и говорит в достаточно грубой для сестры форме. Саманта же, не имея высшего образования, вкалывает на нескольких работах, а также посещает психолога, который начинает ее побаиваться, когда узнает правду о Сэм и ее прошлом. Жизнь уцелевших резко меняется, когда в их кампусе происходит двойное убийство. При этом убитыми являются бывшие соратники или последователи Ричи, студенты местного вуза, где сейчас учатся Тара, Чат и Минди. Фильм как обычно начинается со сцены убийства. Один из студентов, а также фанатиков ужасов и в частности удара ножом, в основу которого легла история из Вудсбора Джейсон Корви, совершает свое первое убийство. Местом преступления является темный переулок через дорогу от бара, куда он собственно и зазывает по телефону свою жертву, прикинувшись парнем с сайта знакомства. Эпизод вполне неплохой, в лучших традициях франшизы, но местами преисполнен глуповатыми фразами со стороны жертвы. Возможно, такой и была задумка авторов – показать глупость жертвы, еще и под воздействием алкоголя. Сама сцена убийства достаточно жесткая и делает отсылку к фильму «Пятница 13. Джейсон штурмует Нью-Йорк». Зрителя сразу же познакомят с убийцей, который снимет свою маску, сложит шмотки в рюкзак и быстренько ретируется с места преступления. По пути в общагу Джейсон встречает Тару, с которой знаком по университету. Они перекидываются парочкой фраз, из которых мы узнаем о тусовке перед Хэллоуином в одном из студенческих братств. Тара интересуется, смогут ли Джейсон и его сосед по квартире Грег взглянуть на эту тусовку. Новоиспеченный маньяк говорит, что все зависит от Грега, который вроде бы как занят рефератом. После небольшого диалога убийца идет своей дорогой. В квартире Джейсона происходит самое интересное – очередное кровавое вступление к фильму, которое закончится убийством парней, при этом весьма жестоким способом, особенно Грега. А до этого момента зритель сможет погрузиться в интересный и сопровождаемый тревогой диалог между Джейсоном, совершившим свое первое убийство в подворотне и желающим завершить фильм Ричи, и одним из убийц, которые в итоге будут охотиться на выживших из Вудсбора. В этом эпизоде снова проскальзывает отсылка к фильму «Пятница 13-я». Джейсон, что очень символично, смотрит по телевизору на Джейсона Ворхиза. После атаки на Джейсона и Грега, который появляется в кадре только в виде мясного рулета, зрителю показывают, как протекает жизнь у знакомых нам персонажей из прошлого фильма. Сэм посещает психолога, пугает его своими историями, вкалывает на двух работах, тайно встречается с мужиком из квартиры напротив, имя которого Дэнни Брэкетт. А также она всячески и даже излишне навязчиво оберегает Тару от прошлого, которая стараниями Гейл Уэзерс, выпустившей новую книгу, только усложнила жизнь сестер, особенно Саманта, которую теперь узнают даже на улицах и винят ее в смерти бедного паренька по имени Ричи. Типа Сэм виновата в том, каким он стал, и что она слетела с катушек, убив своего бойфренда. Тара, Чат и Минди пытаются забыться и продолжают жить своей студенческой жизнью, как когда-то делала Сидни Прескотт в фильме Крик 2. По сути, шестая часть повторяет сиквел 97-го и даже не стесняется заигрывать с определенными эпизодами из того фильма, переделав их под новую историю и преподнеся в виде некой отсылки. И вот кошмарное убийство, которое произошло совсем рядом с ними, снова вселяет в ребят страх за свои жизни. Они все жутко обеспокоены, но по стечению обстоятельств вместе с Тарой и Сэм квартиру снимает некая Квин Бейли, отец которой местный детектив. Сэм уже готова покинуть город вместе с сестрой, но Тара упирается и просит Квин, чтобы та позвонила отцу и хотя бы уточнила, что тому известно. Возможно, это просто совпадение. Тем более полицейский участок, в котором работает детектив Бейли, прикреплен к этому округу, и он может что-то знать. В итоге детектив Бейли лично прибыл на место преступления и нашел несколько улик, среди которых были водительские права Сэм, забрызганные кровью. Он вызывает ее в участок для разговора. Сэм отправляется туда, а следом за ней и Тара, которая не хочет оставлять сестру одну, либо просто оставаться одной в квартире. Девушки идут по улице, и у Сэм зазвонил телефон. На экране высвечивается номер речи. На самом деле странно, что за полгода Сэм так и не стерло номер человека, который хотел убить ее и Тару. На мой взгляд, это очень странно. Сэм поднимает трубку и ведет беседу с призрачным голосом, который говорит, что спас Саманту и Тару от надвигающейся опасности в лице Джейсона и Грега. Убийца продолжает говорить и сообщает Сэм, что он хочет показать всем ее истинную природу. Во время телефонного разговора Гоустфейс внезапно совершает нападение на Тару, но получает удар локтем в свое призрачное лицо. У девушек появляется фора, которую они используют, вбегая в ближайший магазинчик. Дальше начинается та самая сцена в супермаркете, которая хоть и крутая, но слишком пафосная. Маньяк огреб от Тары, но в то же время без особого труда разделался с тремя взрослыми мужиками. Двойные стандарты франшизы снова в деле. Еще одна неувязка заключается в том, что маньяк палит из дробовика, не думая о том, что выстрелы из такого оружия будут слышны за пару кварталов. Но полиция почему-то не спешит на стрельбу. Она, конечно, прибывает, но за это время Гоустфейс в старой маске успевает вдоволь наиграться с пушкой и снова получает отпор от сестер Карпентер. Убийца сбегает через черный вход, но оставляет на полу маску. Прибывшие на место патрульные наконец-то довозят сестер до участка, где их ожидает детектив Бейли. Он показывает девушкам маску и говорит, что она была найдена на месте убийства. Он показывает девушкам маску и говорит, что она была найдена на месте убийства Джейсона и его друга, и что маска принадлежит Ричи. Бейли задает сестрам Карпентер несколько вопросов, проверяет их алиби на тот вечер и проводит небольшой допрос. Сэм подмечает, почему же именно он стал расследовать это преступление, на что тот отвечает, что это дело ему предложил шеф полиции, так как Квинн тесно общается с уцелевшими, и Бейли просто не мог остаться в стороне из-за своей дочери. В участок прибывает агент ФБР в лице внезапно воскресшей Кирби Рид, которая пережила резню 2011-го и стала служителем закона, да еще и в ФБР попала. Они обмениваются с Бейли любезностями в виде небольших подколов, и Рид говорит, что теперь она помогает в расследовании. Персонаж слишком изменился и стал недокопией Лизбет Саландер, дерзкая, острая на язык, носящая кожу и заклепки, но в то же время неубедительная Рид встречается с сестрами, и мы выясняем, что Рид лишь на пару лет старше Саманты, и они хорошо знакомы. Во время разговора по душам Бейли получает еще один вещдок, маску, которую оставил убийца в супермаркете, и она в этот раз принадлежит Чарли и Джилл. Кирби отмечает, что это дело теперь для нее также обретает личный характер. Мы все прекрасно помним, от кого она пострадала. Сэм надоело слушать треп двух законников, и она с Тарой покидает стены участка. Выходя на улицу, они попадают в окружение журналистов. Очередная отсылка к первым двум фильмам, которая выделяется появлением Гейл Уэзерс, которая сразу же получает хук в челюсть от злой Тары, что, несомненно, является отсылкой к оригиналу и сиквелу. Возможно, именно из-за вас убийца в маске в Большом Яблоке? Неплохо, дорогуша, но я умею держать сюда. Боже. Держись от нас подальше. Девушки продолжают бузить на Гейл, которая нарушила обещание ничего не писать о последней резне, но снова не сдержала своё слово. В итоге Гейл начинает приводить кучу оправданий и зачем-то приплетает к разговору Сидни Прескотт. Вероятно, авторы хотели напомнить фанатам о существовании Сидни. Но прозвучало это как ненужная информация, которая совсем не в тему в данном фрагменте. Гейл говорит, что сама хочет поймать этого убийцу, но получает ответочку от Тары, что заставляет репортершу и писательницу задуматься о словах Карпентер. Действия переносятся в дом психолога Сэм. Он слышит стук в дверь и идёт проверять, что там. Далее случается очередная кровавая сцена, которая частично является отсылкой к фильму «Ворон» с Брэндоном Ли. После очередного убийства мы переносимся в кампус университета, где Минди снова включает эксперта по ужастикам и начинает искать убийцу среди уцелевших и среди новых друзей, попутно объясняя, что сейчас они находятся в центре перезапуска сиквела. Но в этот раз сиквел куда изобретательнее оригинала. В этот раз будет больше трупов, большие локации и более высокий бюджет. А ещё перед нами новая трилогия, которая со временем отделится от основной франшизы, дабы начать свою собственную историю. В общем, монолог интересный и как бы раскрывает зрителю задумку авторов на трилогию. Далее мы снова в участке, где Бейли и Рид обсуждают связь между убийцами и подброшенными масками. Кстати, на месте убийства психолога найдена маска Романа, сводного брата Сидни Прескотт. Детективы полагают, что новый убийца ведёт некий отсчёт, двигаясь в обратном направлении от последних убийц до Билли Лумеса. И это может намекать на причастность Сэм к этим убийствам. Уцелевшие и их друзья, за исключением Итана, собираются на квартире сестёр Карпентер. Но тут в комнате Квин объявляется убийца. И это через своё окно замечает парень Сэм, живущий напротив. Он пытается предупредить Квин, размахивая руками, старается докричаться до неё, но безрезультатно. В итоге он пытается дозвониться Сэм, но та не берёт трубку. И уже поздно. Убийца нападает сначала на парня Квин, который полоскается в душе, атакует Квин и дальше переходит на ребят, перед этим рассылая всем сидящим за столом сообщение с прикреплённым фото, на котором он режет Квин. Ребята в панике столпились у комнаты Квин, резко распахивается дверь и убийца вышвыривает на устьпуганных ребят бездыханное тело Квин. Призрачное лицо переходит в атаку, кромсая всё на пути. Он ранит Минди и почти зарежет Анику. На помощь приходит Сэм, ударив маньяка стойкой для ножей. Сэм, Минди и Аника ретируются в комнату Квин и запираются в ней. Тара и Чет во время суматохи покидают квартиру, но не могут снова попасть внутрь, так как дверь захлопнулась, а ключей у Тары нет. Убийца в этот момент пытается пробраться к девушкам через ванную, но Сэм и раненая Минди сдерживают его натиск, подперев дверь тумбой. Сэм наконец-таки замечает в окне своего дружка, который предлагает помощь. Он вытаскивает в окно лестницу и протягивает её Сэм, делая мостик для того, чтобы девушки перебрались в безопасную зону. Забавно, но откуда и зачем чуваку двухметровая лестница в обычной квартире? Признаюсь, что этот момент выглядел очень даже забавно. Первый идёт на риск Сэм. Ей удаётся перебраться на другую сторону, по хлипкой лестнице. Минди удерживает дверь, а бедная Аника истекает кровью. Минди предлагает Анике идти следом за Сэм, но та настаивает на том, чтобы вперёд шла именно Минди. Минди тоже удаётся перебраться на другую сторону. Следом идёт, а вернее ползёт Аника, которая от полученной раны брюшной полости и литров пролитой крови уже давно была бы в отключке или ещё хуже отправилась бы к праотцам. Но каким-то чудом девушка пытается не терять сознание и уж тем более не окочурится. В момент, когда Аника уже начинает путь к другому окну, в комнату входит убийца. Он начинает раскачивать лестницу и бедняжка срывается вниз. Пожалуй, одна из самых напряжённых и жестоких сцен в фильме заканчивается, и уцелевшие пребывают в шоковом состоянии. Наступает утро, вся округа кишит копами, переулок обтянут лентой, а в чёрном мешке лежит Аника. Сэм не знает, что ей делать и кому верить. Её новый парень даёт совет – никому не доверять, и даже ему. На месте убийства весь в слезах, и в плохом состоянии появляется отец Квин. В этом эпизоде видно, как актёр переигрывает с драматизмом, и ему сложно поверить. Сразу замечаешь, что здесь что-то не так. Внезапно нарисовывается озадаченный Итан, которого все воспринимают в штыки, а Минди так вообще записывает его в список подозреваемых. Тара и Сэм соболезнуют утрате детектива Бейли, а тот, корча гримасы, говорит, что теперь точно найдёт убийцу, даже несмотря на своё отстранение от данного расследования. Тут внезапно прибегает Гейл, которая снова пытается сменить гнев сестёр на милость, и ей удаётся погасить пламя обиды, которая возникла у девчат из-за новой книги «Мисс Уэзерс». Все в сборе, и Гейл готова поделиться важной информацией, ведь крутая и опытная репортерша не сидела сложа руки, и кое-что откопало о Джейсоне и Греге, а также о том, откуда у них были маски прошлых убийц. К ним присоединяется Кирби, с которой Гейл обменивается забавными подколками, и вся компашка отправляется следом за Гейл, которая приводит ребят в секретное логово Джейсона и Грега, которые собрали целый алтарь с вещдоками, по всем убийцам в масках призраков. Лишь только потом мы узнаём, что этот алтарь создал Ричи, а Джейсон и Грег просто были его последователями. Оказывается, Джейсон и его дружок были выходцами из богатых и влиятельных семей. Недостатка в деньгах у парней не было, и они использовали их, чтобы подкупить копов, которые сбагрили им все улики с прошлых преступлений. Но если задуматься, то это маловероятно. Одно дело, когда пропадает несколько улик, но когда исчезают абсолютно все вещдоки, это серьёзный скандал, который не останется забытым. Так что это светилище Гоустфейсов, пожалуй, самая большая ошибка авторов с точки зрения реализма. Конечно, в фильме это смотрится масштабно и жутковато, но на деле это очень-очень маловероятно. Ребята с удивлением и отвращением разглядывают все экспонаты. Сэм поднимается на сцену и подходит к центральной фигуре, спрятанной за стеклом. Это костюм её отца, который снова появляется в её голове, отражается в стекле и пребрасывается с дочуркой парой фраз. Тара замечает, что Сэм странно себя ведёт, и спрашивает, что не так с её старшей сестрой, но Сэм просто не может найти ответ на данный вопрос. Потом все разбредаются кто куда, и нам показывают серию отдельных диалогов, часть которых совсем не нужны повествования. Они просто закрывают сюжетные дыры и увеличивают хронометраж картины. Сцена с Кирби и Минди была показана специально для того, чтобы намекнуть на их любовную связь в будущем. После небольшого затишья детектив Белли выступает с планом о поимке злодея. Сэм и Тара должны сыграть роль приманок. Их задача – выйти на связь с убийцей, а Кирби пробьёт и отследит место, где находится убийца. По сути, перед нами очередная отсылка к сиквелу, преобразованная в перезапуск, и Минди как бы разбавляет самоповтор своим рассказом о смерти её дяди Рэнди. Убийцу отслеживают по сигналу и понимают, что он находится у квартиры Гейл, которую не допустили к облаве на убийцу. Саманта и Тара спешат на машине Белли к дому Гейл, но убийца уже нанёс свой визит и решил дать Гейл интервью, которое станет последним в её жизни. А может быть и нет. И вот нас лишают ещё одного культового персонажа франшизы. А может быть и нет. Тем самым подтверждая слова Минди. Гейл хорошо сражалась с новым убийцей, но после полученных ран она уже не смогла цепляться за свою жизнь. Сэм решает встретиться с убийцей и закончить эту историю. Даже ценой своей жизни. Но команда уцелевших, а также подозрительный Итан и парень Сэм не готовы терять её. Поэтому они собираются заманить убийцу в старый кинотеатр и убить его там. Заручившись поддержкой Бейли и Кирби, ребята отправляются на место. Спустившись в метро, они понимают, что Хэллоуин может стать отличным прикрытием для убийц. Пожалуй, данный эпизод в подземке – это самая атмосферная сцена за весь фильм. На этом я, пожалуй, завершу пересказ фильма со спойлерами и перейду к оценке этой части франшизы. Финал картины сделали слишком кровавым и даже в какой-то степени выходящим за рамки франшизы. А из-за своей ультра-трешовости многие эпизоды в конце фильма воспринимаются слишком наигранно, превращая фильм в безумный флэшер, напичканный кровавыми эпизодами, которые умещаются в достаточно небольшом промежутке и от этого сильно перегружают сюжет. Создается ощущение, что с финальным замесом создатели точно переборщили. Авторы по мере развития сюжета, как обычно, пытаются запутать зрителя, отводя подозрения от настоящих убийц и переводя стрелки на других персонажей. Но даже после слитого в сеть видео с разоблачением двух убийц оставалась небольшая надежда на какую-то интригу вокруг убийц в виде необычного хода сценаристов. Но, к сожалению, всё очень предсказуемо с точки зрения мотива и слишком нестабильно в плане подачи финальной главы фильма. Все убийцы в итоге оказываются одной семьёй, и они дружно мстят за смерть сына, брата, которого убила Саманта. Речь идёт о повёрнутом фанате франшизы «Удар ножом» и поклоннике настоящих убийц Ричи. В итоге бравый детектив Бейли и его оставшиеся дети, похотливая хиппи-квинн и забитый девственник Итан предстают перед зрителем. Как опечаленные горем маньяки, которых можно назвать отличной находкой для сумасшедшего дома. Их метаморфоза и весьма быстрый переход в режим психопатов только усиливает регресс истории, которая частично была скопирована с оригинального сиквела. Перед нами аналог Миссис Лумис в лице отца Ричи, только более безумный и неуравновешенный. А его последователем являются родные дети, которые не прочь устроить кровавую резню за своего старшего братца, которого папашка любил больше всех остальных. Как сказала Миндзи, это перезапуск сиквела, и в нем героев ждут масштаб, еще больше крови и убийств, а также много жести. Все так и есть. Но это уже совсем не тот крик, а перерождение франшизы. При этом не совсем удачное с точки зрения оригинала. Несмотря на свое многообразие, шестой фильм уступает предшественнику, который был более целостным, смотрелся свежо и в то же время хорошо играл с ностальгией. Крик 6 имеет быстрый и местами сбивчивый темп повествования, с резкими переходами, разбавленной парочкой действительно интересных сцен и утопающей в крови, которая буквально льется рекой. Перед нами новая эра франшизы, ее косметический ремонт, и новая глава, которая более дерзкая, неуправляемая и даже слишком смелая. Если вы являетесь фанатом первого Крика, и вам понравилась пятая часть, то шестой фильм скорее всего станет для вас разочарованием и вызовет желание пересмотреть оригинальную картину и возможно даже ее сиквел, который в плане сюжета стоит на пару ступеней выше. Ну а если вы любите кровавые трэш-слэшеры, то шестая часть точно для вас. На этом я завершаю данный видеообзор. Всем до скорого на канале Хайрекс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...